Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я нахожусь в магазине экзаменю и сегодня я сюда пришел не просто так, а я наконец-то решил завести иумблефара. Но так как я практически ничего про них не знаю, мне потребуется помощь специалиста. Наташа, спасибо за то, что ты откликнулась на мою просьбу помочь мне выбрать иумблефара и рассказать о нем, что это за животное, как за ним ухаживать, что ему нужно в террариуме. Ну, давай начнем с того. Расскажи вообще, откуда они пошли, откуда появились иумблефары в России. Иумблефары в России откуда появились? То есть в основном это начали заводчики себе покупать, естественно, из-за границы. Вообще иумблефары у нас распространены в Ираке, в Иране. Обитают они в полупустынях, то есть скалистые горы небольшие, то есть невысокого размера. Там, где небольшой песок есть, глина, вот такие вот. Плюс, в принципе, степные такие вариации, скажем так, то есть где фактически нету травы. А как давно они попали в нашу страну? Как они в нашей стране давно стали домашними питомцами и любимцами? Да уже более нескольких десятков лет, пожалуй, где-то, да. То есть это достаточно, ну, очень давно. С учетом того, сколько у нас уже появилось морф, то есть именно селекции, да, то есть это очень прям, года прям хорошие. А ты изучала, знаешь, чем они занимались, ну, занимаются вообще в живой природе? Илблифары сами чем занимаются, как и все животные, собственно, живут. Но они живут где-то отдельно, далеко от людей или наоборот, как кошки стараются жить поближе к человеку? Ну, человек им не нужен для жизни в целом, поэтому нет такого, что прям вот они приходят. То есть примерно как и наши ящерицы, которые... Да, естественно. Чем они питаются в живой природе? В живой природе они питаются насекомыми, а некоторыми, ну, в принципе, это в основном операционно, это насекомые плюс некоторые там личинки, да, жуков, скажем так. Понятно. Но то, что сейчас продают в соу-магазинах, в акватерах, как ваш, например, магазин, мы можем подобрать те корма, которые будут похожи на тот корм, чем он питается в живой природе? Да, естественно. У нас есть несколько видов, например, сверчков, также есть таракана, нескольких видов, можно еще предлагать саранчу, если она не крупного размера. И как лакомство можно брать бражничков, можно брать зафобусов, мучеников. А сколько живут? Если мы говорим о... не в природе, потому что в природе все-таки немножечко другие, да, условия, соответственно, и прочее. А когда мы говорим о том, как, например, в домашних условиях есть правильность... Так говорят, тепличные условия, да? Да, да, да. Когда мы им создаем полностью все условия для жизни, то у них средний показатель 15-20 лет, хотя есть и те, кто и до 30 доживал. То есть тут уже в зависимости от правильности содержания. Что нужно для того, чтобы муж жилось хорошо в террариуме? Для начала нам нужно место, соответственно, где он будет жить, это террариумы. Для взрослой особи минимальный размер 30 на 30, высота им не сильно важна, потому что они, собственно, по горизонтали больше передвигаются. Но желательно всегда чуть побольше, то есть чтобы был запас. Если мы говорим о группе, когда мы начинаем содержать, то, соответственно, мы увеличиваем для них террариум пропорционально. Какие группы можно содержать террариумами? Самцов не желательно содержать, потому что начинаются драки, а самок вместе можно содержать при условии всегда, чтобы это было правильно, подобран размер у них. То есть если они будут мелкая особь, то, соответственно, взрослые будут их больше над ними доминировать и не есть хорошо. То есть взрослым сажаем только взрослых? Да. Детей они воспринимают как врагов? Ну, не то чтобы как врагов, но могут и прикусить там, да, и прочее. Поэтому всегда стараемся содержать, ну, подсаживать, то есть те усы, которые будут более-менее соответствовать по размеру. Вот. Если мы говорим, что можно содержать гаремный вариант, то есть это самец и там 3-4 самочки. С одной нельзя, с двумя тоже не сильно желательно, потому что... Потому что он начинает доминировать, приставать к ним? Да, он начинает к ним приставать. А есть такой вариант, чтобы подсаживать самку к самцу только на время спаривания? Да, конечно. То есть, чтобы они скрестились и дальше его просто убирают, чтобы он ее не мучил? Ну, обычно, да, наоборот. Самца самки? Ну, как таковое. Ну, по-разному, да, бывает. Это зависит от характера самца? Ну, не обязательно. Просто кто как. Скажем так, запах и прочее, соответственно, больше концентрация. Ну, самки более спокойно себя начинают чувствовать, например, если... У себя дома. У себя дома, да. Потому что самцы начинают исследовать, так сказать, и, соответственно, больше... Теряют заинтерес. Ну, это как вот именно по... Не, не то, чтобы терять заинтерес, а самки начинают... Как это правильно выразиться? Стрессуют, то есть, мы их пересадили в другое помещение, они начинают стрессовать и, соответственно, уже по-другому себя ведут. То есть, они более нервные, семец начинает к ним лезть и они начинают подходить. Наташа, ты сказала, что нельзя содержать нескольких самцов. А нескольких самок мы можем содержать в одном террариуме? Да, конечно. А они будут хорошо выживаться, у них будет никакие... У них сам по себе достаточно мирный характер, у этих ящериц, да, поэтому всё хорошо. То есть, у них нет такого, что... То есть, только самцы между собой, ну, как это часто и бывает. А если мы заходим в мульфар для ребёнка, кто более агрессивный, самец или самка? Ну, если ухаживать будет, например, мальчик 12-летний. Вопрос, как будет относиться просто к ребёнку, к животине. Если он правильно её берёт, правильно с ней взаимодействует, то ни тот, ни другой не будет агрессивным. Ну, бывает иногда, среди них сами по себе характеры просто выявляются какие-то такие боли. Те, кто не хочет идти на ручки или что-то такое. Зачастую они сами по себе мирные и не имеют значения сам по этой рисунке. Как ты сейчас сказала, о том, что нужно уметь брать правильно на руки мульфара. Ты покажешь, но потом, как это делается. Отлично. Ну, наверное, самый главный вопрос, что нужно мульфару в террариум? Как надо оправлять террариум, как его правильно опорвать? Ну, помимо того, что мы уже проговорили, что нам нужен террариум, террариум обязательно должен быть с верхней и нижней вентиляцией, чтобы правильно проходить поток воздуха, чтобы он не застаивался. Далее мы выбираем грунт, какой мы будем использовать. И какой можно использовать грунт? Вечный вопрос. Спорный вопрос? Да, 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 это такой момент. Существует большое разнообразие по факту своего грунтов. Это от песка до травы, грубо говоря, которые используют, то есть это коврики. Искусственный газон, да, как говорят? Да, да, у них там тоже есть свои вариации, кто-то даже кокосовый коврик испрессованный использует. Так, подожди, получается, можно из песка? Да. Песок с глиной. Песок с глиной. Можно, да, добавлять камни, еще ко всему прочему. А можно вообще грунток варенную засыпать? Мелкие камушки? Мелкие не стоят, по факту того, что если прокладят. Если, может, тогда кладем какой-то камушек, то лучше его брать такой, который точно не съестся. То есть засыпать все одно крупными камнями? В целом это можно сделать, с учетом того, где они как бы обитают. Но практически это не очень удобно. Плюс мы не забываем о том, что у нас будет точка прогрева. Чтобы камушки, соответственно, правильно у нас были, а по температуре, чтобы камушки не раскалывали. Так, потом ты говоришь, чтобы кокосовый субстрат может быть, да? Нет, кокосовый субстрат не стоит. Есть спрессованный кокос, кокосовое полотно именно. То есть это будет как коврик выглядеть, просто он спрессованный. Это я тоже могу потом показать. И искусственный газон? Да. Искусственный газон, он или вы, случайно, не может оторвать, съесть как-нибудь там уголок, подавиться ему? Ну, мы выбираем поле качественное, соответственно, которое не будет крошиться, никуда, ничего у него не будет вылезать и прочее. Если, как мы уже говорили, то есть если угол и углефара все хватает в организме, он не будет целенаправленно его кушать. Слушай, ну, а вот эти вот споры про песок в интернете, которые говорят, что там не так? Почему некоторые говорят, что песок в ни в коем случае нельзя, что они его едят, забиваются желудок и они умирают? Другие говорят, что это все ерунда, нужно просто правильно с ним не ухаживать. В чем здесь спор? Спор в том, что бывали случаи, когда углуфара, у некоторых, когда им не хватает в организме витамина, кальций и прочее, они начинают это искать во внешней среде. Все, что у них будет попадаться, они будут кушать. В том числе это будут и, собственно, газоны, если у него что-то не хватает. То есть уже неважно, будет там ли песок, будет там газоны, будет там галька или там будет что-то еще, так сказать, даже бумажные полотенца, когда кто-то использует. Все это будет, как раз, кушать, потому что, когда нам чего-то не хватает в организме, мы пытаемся это найти. С кронтом мы определились, что нужно еще в террариум. В террариум нам необходимо укрытие, то есть это минимум два обычно ставится, один в холодный, один в теплый угол. Плюс также необходимо будет на время линки ставить им влажную камеру, куда он может зайти и, соответственно, спокойно, чтобы восполнить прослоечку между старой кожей и новой кожей, и спокойно полинять. Для линьки, короче, влажную? Да, да, да. А как часто они линяют? Малыши достаточно часто, это около где-то 3, где-то раз в 3 недели, плюс-минус, вот так вот, то есть пока растут взрослые уже побольше, то есть от месяца до пневки, иногда и даже побольше. Но не всегда это многие могут видеть, потому что они зачастую съедают свою линьку, чтобы, опять же, восполнить частично кальций. А у вас влажные камеры продаются? Да, конечно. Просто смотрел в интернете, многие делают влажную камеру, не очень красиво, мне не очень нравится. Берут какой-то лоточек, там делают отверстие в него, да? Да, да, да. Но есть специальные красивые влажные камеры? Камни сделаны, то есть есть, которые побольше на группу, да, например, собранные, и есть те, которые на одну группу, говоря, влосы просчитаны, соответственно. Есть у кого сверху можно залезать, и есть просто сбоку. Понятно, и какой лучше, который сверху или который сбоку? А тут уже больше эстетическое скорее будет. Как будет выглядеть самому? Да, да, да. Как можно. Что должно быть в этой страшной, непонятной для меня пока что влажной камере? Зачастую, и более легкий вариант, это мок с фавном, то есть, он очень хорошо держит влагу и также ее отдает, то есть, мы ее положили, его, этот мок, да, внутрь, соответственно, и блефарчик закладывает спокойно, и лошадься. И его нужно мочить периодически? Можно спрысковать просто. Как часто? По мере необходимости, то есть, если мы смотрим, что там начинает подсыхать, мы можем уже... То есть, надо каждый день пробовать его трогать? Ну, каждый день это слишком, на самом деле, он достаточно, тем более, если это влага прям такая хорошая была, да, то есть, он там раз в 4-5 дней, а то и больше. Ну, это опять же еще зависит от того, что... Так, значит, еще раз, нам получается, помимо грунта, нужны два укрытия. Да. Одно укрытие, это будет влажная камера? Нет, это отдельно. Есть у нас вариант, ну, для хорошего, чтобы он не выбирал между комфортом, где ему будет комфортно, да, и там, где ему должно быть, то есть, например, когда ему нужно прогреться. Мы ставим одно укрытие в холодном углу, одно в теплом углу и еще влажная камера, ну, это в идеале. Ну, то есть, грубо говоря, получается, три каких-то домика у него будет? Да. Да, да. Мы используем обычно либо термошнуры, либо термоковрики. Что практичнее? В зависимости от того, сколько у нас животных, можно будет выбрать. Да, поэтому мы остановимся на термоковрике, потому что шнуры удобны тем, что их можно распределить на несколько вариаций, да, либо там больше прогрев сделать. Вот, поэтому мы остановимся на термоковрике. Он должен быть не больше, чем 1 третья часть, которая закроется. То есть, у нас террариум 60 на 30 на 30, правильно? Соответственно, мы больше, чем на 20 сантиметров не закрываем, чтобы у него был индиент. На этой термоковрике, на этой термоковрике, получается, будет стоять один домик и один камушек. Он как прогревается? Назалазите на камушек, просто видел в интернете такие картинки. Нет, это есть специальные камушки, которые, собственно, тоже греют, но мы их обычно не используем, потому что они создают очень часто определенную только точку прогрева, то есть не распределяясь по всему. А можно ли в качестве прогрева использовать лампу? В целом можно, но не забываем о том, что у нас элблефар – это солнечное животное, и поэтому он не так будет комфортно чувствовать себя. Вот это вот точка прогрева. Для чего она нужна? Для того, чтобы поднять температуру и запустить все процессы в организме, чтобы он смог спокойно переварить пищу и, соответственно, прожить. Слушай, многим рептилиям для усвоения кальция нужен ультрафиолет. Как с этим дела стоят у элблефаров? Так как они сундрачные, в природе они, за редким исключением, бывают дневной вариацией, так скажем, то есть они не так много получают ультрафиолета в своей жизни. Мы можем содержать его, у элблефара, без ультрафиолета дома, но как таковое для профилактики многие того же рахита себе ставят, либо когда у них уже у элблефара начался рахит. Ну, такое в жизни случается. И поэтому тогда им уже берут ультрафиолет, чтобы помочь организму восстановиться. А из чего такое происходит? Недостаток или неправильное усвоение, соответственно. То есть такое возможно, если нет точки прогрева? Нет кальция? В том числе кальций, да, того же Д3, который будет добавляться, то есть кальциям, либо отдельные витаминки, да, либо тот же кальций с витамином Д3, который мы даём. Соответственно, витамин Д3 нам помогает усваивать правильно кальций витамин. Понятно. Что нам ещё нужно в террариум? Правильно, чтобы мы замерили температуру, соответственно, нам нужен термометр. Один желательно, чтобы был в холодном углу, второй в тёплому углу. То есть термометра нам понадобится два? Да. Ну, либо тот, который будет совмещен сразу с двумя. Влажность нам отслеживать не нужно? Влажность можно и желательно, естественно, но с учётом того, что это полупустыня, ну, такое скажем, у него она не такая должна быть сильная. Главное, ну, узнать, то есть небольшой взять фигурометр, да, повесить его и... Ну, мы повесим, нам в него нужно. Всё с оформлением и что-то ещё нужно? Далее больше идёт уже, ну, как бы, полилочка, естественно, чтобы вам водичка. Полилка – это будет что-то в виде тарелочки маленького? Ну, не совсем тарелочки, скажем. В основном у нас представлены те, которые сделаны в виде камушков, то есть такого вот плана, ну, под декорацией, скажем так. Вот, соответственно, берём небольшого размера, особо нам не нужно, там, да, много. Вот, и второе можно ещё поставить для кальция, чтобы у него всегда был доступ к кальции. То есть, когда ему нужно. Помимо того, что мы будем опылять сверчков, там, да, таракашек, короче, мы можем ещё... Апыли таракашек прямо в кальциях, да? Да, ну, обычно это берут так, раз уж и мы затронули эту тему. Берём, если мы говорим о живых, какой-нибудь стаканчик, ещё что-то, высыпали туда необходимое количество сверчков, взяли ложечку мерную, кальций, засыпали, уболтали, даём. Можно давать либо... Сейчас, секундочку, перебиваю, сейчас тема просто прокормления сейчас я хочу сначала закончить, всё-таки с оформлением. Хорошо. Вот, ну, получается, здесь поставили два домика, одну влажную камеру, насыпали или постелили ему какой-то коврик. В качестве декора мы там что-то можем ещё использовать? Используют ли вообще что-то в качестве декора? Ветки какие-нибудь, корни, камни? Ветки, используя зачастую коряги, чтобы можно было увеличить дно, так скажем, то есть мы можем сделать поднятие на второй уровень. Ну, только опять же мы говорим о том, что сильно высокий нам не нужно, чтобы углефар не упал и, соответственно, не повредил себя. Но можно небольшой, как бы, вариацией поставить, то есть, ну, второй этаж и сделать. То есть, это увеличит ему пространство, где он может ходить. А углефары, как таковое, очень любят лазать по наблюдению. Вот, поэтому... В ночное время? В том числе, да. То есть, можно будет понаблюдать, так сказать. Коряги можно ставить любые? Ну, те, которые будут желательно пошире, естественно. То, чтобы площадка была площадка. Да, да, да. Ну, и то, что его не... Не ранят. Да. То есть, острого ничего не было. Да, да, да. А из камней? Из камней также можно это использовать. Опять же, соблюдаем тот же момент, чтобы они не были острыми. Окатанные? Ну, не обязательно прям сильно окатанные. Но такие, чтобы он не повредился. То есть, когда он будет ползти, мы понимаем, что да, мы потрогали. Ничего там нету. То есть, мы понимаем, что не повредился. Все нормально. Можем ставить. Также можно использовать искусственные растения. Кто-то может использовать не искусственные растения. То есть, суккуленты ставить. Но такие, которые... Ага, и амблефары не трогают их суккуленты? Нет, они не кушают, они не едят в природе и в целом, как бы, растительность. Поэтому они не повредят. Но тогда мы понимать должны о том, что у нас должен быть свет. То есть, тут такой двоякий момент. Ну, свет, то есть, суккуленты. Да. Понятно. Ну, теперь давай все-таки поговорим про кормление. Мы уже сказали о том, что нужен кальций в обжаренном рационе. И то, что этот кальций дается... То есть, посыпаются таракашки. Сверчки тараканы, да. Сверчки тараканы дают ему. А витамины какие нужны? И как часто их давать? Витамины зачастую чередуют. То есть, не каждое кормление. Через одно, через два. Витамины есть большие комплексы. То есть, в зависимости от того, какое у нас животное существует, мы можем выбрать много разных содержаний, например, того же Д3 витамина и прочее. То есть, есть много фил, которые выпускают именно отдельно витамины и отдельно кальций, там, и с небольшим средним витамином. А как вы уже делаете комплексное или кальций отдельно, витамины отдельно? Как мы уже говорили, мы кальций можем вообще без витамина, вместо всего поставить всегда в доступе, да, чтобы у него было, когда ему нужно, он подходит сам пушать. Витамины нежелательно, потому что передозировка витаминами, то есть, в свободном доступе тоже не должна быть у него. Потому что передозировка витаминами такое может существовать в этой жизни. С ними баловаться, так сказать, не стоит. Понятно. В качестве корма для молодого эмбюнбара мы можем давать тараканов, да? Да. Ну, небольших. То есть, мы опять же смотрим, если совсем маленькую взяли, малючка, да. Ну, вот начинать будем мы с трехмесячного. Ну, 3-4, да. 3-4 месяца. Вот для него. Он уже может есть взрослых, то есть, имага. Это где-то вот таких вот размеров, 3-4. Не 4, 3 где-то сантиметра. Вот такие. Полтора, в зависимости от того, какого мы выбираем. Если мы говорим о домовых, то они поменьше размером. Если мы говорим о двухпятнистых, то они немного побольше. То есть, в среднем это от полутора сантиметров и чуть побольше. Так, получается, у нас тут тараканы, сверхчатки. Что еще? Из основного рациона в дальнейшем мы можем ему предлагать периодически саранчу, но в небольших размерах и отрываем задние лапки. Не забываем об этом. Задние лапки, они как-то плохо влияют на них? У них просто на задних лапках есть небольшие заусенцы, так скажем, которые могут повредить. Мучной червь. Это лакомство. Это уже лакомство. Да, да. То есть, основной рацион это насекомые. Это сверчки и таракашки, да. Ну и саржа. И лакомство это все то, что ползает? Ну, почти. Ну, я просто же не знаю. Ну, в продаже в основном у нас бывает это мучник, зофобос и бражничек. Если мы говорим о мучнике и зофобосе, то это достаточно жирная пища, поэтому мы их даем не чаще, чем один раз в неделю. А если мы говорим о взрослых осыпах, то можно и пореже это давать. А если мы даем лакомство, вот такое вот, да, нам уже кормить не нужно быть? Основной рацион в этот день не стоит. Понятно. Ну, опять же, в зависимости от того, сколько мы дали. То есть, если мы дали их там парочку штучек, там, мучничка, да, которые очень маленькие, размером, то тогда можно немножко и насекомых дать. Вот. Но это, опять же, не перебарщиваем с этим. Слушай, а это, получается, мы говорили сейчас о корме живом. Есть еще и другие варианты же? Есть замороженные корма и есть еще консервированные корма. То есть, в зависимости от того, что мы хотим, можем выбрать. Ну, я так понимаю, то, что консервированные корма появились не так давно на рынке? Ну, скажем так, да. Вы даете консервированные кормы своим питомцам? В том числе, да. Мы недавно как раз-таки делали свой стрим об этом. Мы и заморозкой кормили, и консервированными кормили, и живыми кормили. Все с пинцетом, все едят хорошо, да. Вот, кстати, пинцет. Это, наверное, тоже одна из вещей, которая понадобится для содержания амблефара. Да, если вы хотите, и, ну, зачастую, опять же, детям и прочим, да, интересно больше, когда взаимодействие. То есть, не просто смотреть, как он сам охотится, но и как-то... С ложечки покормить, грубо говоря. Да. Какой лучше пинцет использовать для кормления? Зачастую использовать бамбуклы, чтобы не повредить зубы. Либо мы берем железный, но тот, у которого есть наконечники, опять же, смягчающий вот этот вот момент. Ну, и, соответственно, мы берем аккуратно, не где-то за голову, да, и даем с нее, а наоборот за... Не покажешь? Да, конечно. Наташа, расскажи, пожалуйста, как кормить маленьких амблефарчиков и взрослых. Зачастую мы, опять же, берем небольшой график. Если маленькие, то кормятся ежедневно небольшими, ну, там, по несколько штучек, да. Если мы говорим о взрослых, то там уже кормятся раз в 5-6 дней. То есть, от взросления мы начинаем потихонечку увеличивать их. Во-первых, кормовой объект, а во-вторых, соответственно, интервал между кормлениями. Иуглефары, как мы можем посмотреть, да, иуглефары имеют хвостик такой толстенький, да, где они накапливают, собственно, на все питательные вещества. То есть, чем хвостик толще, тем у него больше запас питательных веществ, да? Да, все верно. Это, опять же, они используют и на зимовку, и на, так сказать, голодный вариант жизни, можно так сказать. Поэтому закармливать тоже не стоит, потому что мы можем увидеть отложения не только, да, не только там, не только в хвостике, где они должны быть, но и на органах существуют, соответственно, и уже дальше. С этим тоже нужно будет потом бороться. Вот. А в целом, взрослые едят уже где-то по 6 штучек в день. В день? В день. В смысле того, что мы кормим. Раз в 6 дней. Раз в неделю? Да. Например, когда у меня выходной, да? Почему бы и нет? То есть, в этот день кормления мы где-то от 6, ну, максимум от 10, как таковое. Ну, а по самому эмблифарочку видно, что он голодный? Как вот понять, что вот его точно надо сегодня покормить? Просто он же сам не попросит, собака там загавкает, кошка там разбудит, покажет, что в миску надо. Вот. Поэтому зачастую мы, опять же, выстраиваем график кормления. Только по графику. Как-то кого? И ни вправо, ни влево, этот шаг делать не надо. Ну, очень у многих у нас просыпается, так сказать, инстинкт бабушки. Да, конечно. Когда мы начинаем закармливать... Особенно у детей. Да, то есть, начинают закармливать своего питомца. Я думаю, по рыбкам это тоже можно понять, что перекармливание никогда не бывает хорошим. Вот. Поэтому лучше выстраивать график, плюс-минус, соответственно, и уже смотрим, как сколько он скушает, значит, это его норма. Таковое они не передают в свой день там, да, то есть, никуда-либо там. Вот. Поэтому... Слушай, скажи еще один важный момент. С какими проблемами часто сталкиваются заводчики моблефаров? Они же тоже как живые существа, они тоже болеют чем-то. Какие у них распространенные болезни? Ну, из самого распространенного, пожалуй, это простуда. То есть, если мы их там не догрели, соответственно, либо у кого-то сквозняк был. А какая температура им нужна? В точке прогрева у нас должна быть от 30 до 32. А фоновая где-то в 25-26 градусов. А вот эти термоковрики, они уже сами автоматически поддерживают нужную температуру? Нет, коврики не поддерживают его. У них есть определенный, заложенный, так скажем, до скольки они могут догревать на максимум. Вот. А дальше уже все зависит от нас. Именно для этого мы берем, собственно, термометр. Так. Очень интересно. Если не хватает температуры от коврика, что мы делаем? Мы либо увеличиваем мощность коврика, то есть, заменяем на другой, либо, если в зависимости от того, какой у нас, в принципе, был сам изначально коврик и расстояние между ковриком и стеклом. Ну, если мы говорим о стекле, то есть, о террариуме, из чего он сделан. Вот. И, соответственно, приподнимаем. Угу. Ну, коврик, я имею в виду. Так, подожди, подожди. То есть, по идее, мы этот коврик положим не прямо под террариум? Изначально мы ставим его под террариум. Не в террариум, под террариум. У некоторых фирм есть небольшие норки, если мы говорим о коврик за террариуме. Это для того, чтобы снизить, да? Да, температуру в случае его, если они будут перегреваться. Поэтому, вот, например, у них есть небольшие зазоры. То есть, если мы его не приклеим, а мы просто положили, то у нас есть вариант того, что мы можем его как раз-таки потом снизить. А что угрозит, если он перегреет, если в точке прогрева будет больше температуры? Вот для этого мы обычно берем, сначала все правильно ставим, а потом только, ну, то есть, мы везде все замерим, как у нас при температуре, и только тогда высаживаем туда своего нового питомца. Вот, пока он может посидеть. А как долго он может посидеть отдельно? В нескольких часах спокойно, ничего страшного в этом не будет. Можно небольшой контейнер взять для этого, пересадить. Ну, при этом, при условии, что у вас дома не полный, естественно. То есть, хотя бы комнатная температура, и мы его не покормили. Вот, поэтому мы для начала все налаживаем по температурам, смотрим, что все у нас хорошо, тогда можно будет запускать. Вот, также срегулировать, если у нас, например, не догревает или перегревает, мы можем тем, что у нас использовали какой-то субстрат, собственно. А, его можно сделать шире, подъем больше, да? Да, 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 то есть, такой еще вариант есть. Вот, существуют еще и, собственно, датчики для этого, которые могут отключать, либо включать нагрев. То есть, мы устанавливаем у них температуру нужную, минимальную, да, до какого он опускается и когда нужно. То есть, когда они же начинают опускаться, он начинает включаться и поднимает, куда нужно. Здорово. Так, я слышал, что бывают еще проблемы с глистами у них. И, ну, свои, скажем так, паразиты у них тоже существуют, поэтому мы можем периодичностью ходить к врачу, к герпетологу, обязательно к герпетологу, вот, и сдавать анализы на простейшего. То есть, такое существует. Понятно, что еще, а я могу с чем столкнуться еще с такой проблемкой? Ну, опять же, мы говорим, если недостаток там кальция, да, прошел в любых витаминов, это может быть рахид. Такое случается, к сожалению, опять же, то есть, это одна из самых распространенных болезней, да. Ну, это все зависит от условий, как таковое содержание, за редким исключением бывает же в генетике. С кожным покровом бывают проблемы? Если неправильно линька у нас прошла, то есть, мы обязательно должны каждый раз проверять линьку, что она сошлась со всех пальчиков, с глазок, ушла с костика. Если не ушла, то что? То постепенно кожа начинает стягиваться, соответственно, пересекать, перестает поступать туда кровь, и в дальнейшем, либо у нас сухой некроз, и вам повезло, либо это начинается уже более такой, соответственно. Я, как хозяин, чем-нибудь могу помочь питомцам в этот период, в этот момент? Да, мы им увеличиваем влажность для этого, собственно, места. В самом террариуме или в камере? Мы как раз-таки ставим камеру для этого им, то есть, либо она постоянно у них находится, иногда и такое делаешь, что постоянно находится, и он сам себе регулирует. Слушай, ну я как начинающий все-таки террариумист, правильно сказать, да? Мне лучше оставлять камеру, пока что, наверное, на постоянку? Да, можно, почему нет, то есть, это ничего страшного в этом не будет, но, соответственно, опять же, наблюдаем. Мы за его поведением смотрим, вот. Когда у нас есть определенная точка, где у нас есть влажность, то есть, мы не имеем, скажем так, большой шанс того, что у нас заведется, опять же, тот же грибок, что и такое существует в этой жизни, вот, к сожалению. А это влажная камера должна стоять где-то посередине? Или в точке прогрева, или в самой холодной точке? В холодной, как таковой, обычно не совсем ставят, то есть, либо к серединке, либо чуть-чуть поближе к теплому углу. То есть, не так, где совсем будет прям сильное испарение, да, но нечто среднее, скажем так. Ну, а тут кто как. Так, понятно. Остались еще какие-то болезни, о которых мы не поговорили, которые часто встречаются, или проблемы, которые часто встречаются? Ну, проблем существует достаточно небольшое количество, так скажем, но бывают и инфекционные болезни, бывают, собственно, и поражения какие-либо, да, то есть, или, там, повреждения какие-либо, но это не всегда уже зависит от нас. Самое такое, что сталкивается, это, опять же, простуды, пневмония, стоматив, то есть, это проблемы с зубами, да, у нас там начинаются. Вот, это... А вообще у них большие зубы? Нет, зубки у них небольшие, то есть, перекусить они могут, но ничего страшного с этим. И это не больно? Ну, тут в зависимости от того, какой у вас порог, но в целом это не больно, то есть, кошка, там, кусается намного сильнее. То есть, если у вас когда-то кусало кошка, я думаю, что... То есть, они небольшие зубки, то есть, может чуть-чуть, там, выступить даже кровь, но, как таковое, они понимают, что нет, что-то не то. В чем держать насекомых? Как содержат насекомых, живых? Если мы говорим о живых, то есть специальные боксики, крикет пены, в которых мы можем содержать... Как еще раз они называются? Крикет пены. Крикет пены. Да. Которые предназначены как раз-таки для содержания сверчков, тех же, да, ну, в целом можно и таракашек. С таракашками только есть небольшой нюанс. Есть те таракашки, которые бегают по поверхностям, по гладке, а есть те, которые не бегают. Чтобы он не выпался, то есть? Да. Понятно. Каких насекомых на первый раз мне лучше всего взять? Как таковое берут, на самом деле, сверчков, несмотря на то, что они сверчат. Думаю, иногда мы можем слышать этот момент позади нас. Сверчки – это самое распространенное зачастую, что мы убираем для еды. Для них, вот, соответственно, если мы берем живых, то для них берется еда, вода в гелевых шариках, и, соответственно, сам... Вода в гелевых шариках? Да. Это как-то так? А, типа это корм такой, да? Ну, это не корм, это именно гелевые шарики, которые не поднимут им влажность в помещении, где мы будем содержать это помещение. Вот, то есть, Крикетпен, например, да, у них там есть мисочки, мы туда насыпаем несколько шариков, и когда им нужно, они будут подходить и пить. Свершки у нас не очень ценители влажности, очень ценители теплоты, вот, поэтому... Ну, пить им тоже нужно, поэтому... Также есть очень интересный момент в их содержании, в том, что у нас эублефары, как таковое, выбирают одно место, куда они будут ходить в туалет, и это очень удобно для уборки. Мы можем проследить, то есть, куда они выбрали, и, соответственно, там... Можно что-то постелить, даже отдельно салфетку, например? Да. Наташа, расскажи, пожалуйста, как правильно выбирать эублефара, чтобы понять, что он здоров, что нужно брать именно его? Смотрим на его общий тонус, естественно, что он себя хорошо чувствует, то есть, мы это видим, да, по его состоянию, по движению его. Смотрим, что у него хвостик хороший, то есть, толстенький уже идет, да, никаких нету сужений, то есть, ничего нету, ну, не ниточка, так сказать, что все хорошо у него. Да, он любопытный, но немножко будет нервничать, потому что время у нас немножко не его. Это он так нервничает и хочет спать? Это он побаивается, потому что светло. В общем, смотрим, активный он или неактивный. Да. Смотрим толщину хвоста, да? Да, правильно ли у него стоят лапки, то есть, они у него никак не прогибаются, ничего, все хорошо в стоечке, соответственно, что у нас нету рахита, да. Смотрим на его пальчики, все присутствует у нас, все пальчики на месте. Сколько пальчиков должно быть? Соответственно, у нас по пять пальчиков должно быть, что все хорошо. Если пальчиков не хватает, это, возможно, связано из-за линьки? Да, что, скорее всего, у него была не очень хорошая линька, и они, соответственно, у него отпали. Если они у него отпали, они как-нибудь могут восстановиться? Нет, они у него, к сожалению, никак не восстановятся. Восстановиться может только хвостик, если он отпал, но он уже будет не таким красивеньким, как был до этого. То есть, сейчас он ровный, все у него хорошо, то есть, это все видно. Если у него когда-то хвостик вторичный, так называемый, да, когда у него начал второй расти, он у них более такой ровненький и обычно более такой утолщенный идет. То есть, сразу прямо видно, что это... Не родной. Да, не то, что вы не родной, а не первый. Не первый. Слушай, а что делать для того, чтобы он хвост не потерял свой? Его нельзя за него брать, дрогать нельзя. Они обычно отбрасывают либо от стресса хвостик свой, либо если было больно. То есть, если они когда... Ну, кто-то их кусанул за хвостик, да, либо еще что-то... То есть, это может быть сосед? Вполне, да, может быть. Бывает и тогда, что когда у самца гон, он может случайно кусануться, соответственно, либо промахнулись, когда они за хвостик. И такое случается, да. В этом ничего страшного нет, хотя для взрослых это более долгий период от отращивания нового хвоста. Слушай, ты еще говорила, что у эмблюфаров нужно правильно брать, то есть, уметь брать. Да, обычно мы стараемся брать его не сверху, потому что сверху это как таковая опасность. Поэтому мы берем, подставляя ему ручку. Опасность, то есть, в живой природе их могут есть птицы? В том числе, да. То есть, если я открыл дверцу, я просто подставляю руку сам, чтобы он сам залезет. Да, очень многие на самом деле привыкают, что вы их кормите, узнают и, соответственно, выходят сами на лаву. Так вот, ему будет более комфортно, он понимает, что все это он сам сделал шаг. Ну, вот я сейчас смотрю, ты до хвоста дотронулась, не боясь. Да. То есть, это происходит, потеря хвоста происходит не так часто, ну, то есть, для этого нужно прямо что-то серьезное. Приложить, да, приложить как таковое усилие, либо очень-очень сильно испугать его, что он стрессанул и он отбрасывает. То есть, это не такое частое явление. А как он пугается из-за чего? Например, если кто-нибудь стукнет в стекло? Или как? Ну, и такие, в принципе, бывают. Иногда, когда слишком резко взяли сверху, особенно, если это взяли за хвост, либо нажали очень сильно, то есть, за хвостик там, и он отбрасывает. То есть, хвост трогать мы можем, но тянуть за хвост ни в коем случае. Да, естественно. Если все-таки случилась такая беда, и хвост отпал, нам надо это место обработать или еще что-то? Можно взять хлорнки к сединчикам, либо в мире вместе с тинчиком обработать, но в целом ничего страшного в этом не будет. Постепенно он будет зарастать и вырастать новенький. Соответственно, единственное, что ему понадобится больше сил, так сказать, на восстановление. Потому что до этого у него здесь были питательные вещества, теперь их нету и, соответственно, То есть, кормить его надо будет чаще? Ну, не то чтобы чаще, чуть-чуть побольше будет есть сам по себе и, соответственно, кальций и все остальное мы будем давать побольше. Ну, то есть, всегда будет доступно и будет больше куша. Вот. Самкам зачастую, например, когда у них после беременности их начинают, либо до беременности, их начинают более усиленно кормить, потому что, соответственно, на яйцам нужно больше энергии. Некоторых самок даже подкармливают голышами выше. Ну, такое бывает после. А просто мальчики вот такие вот едят голышей? Они могут голышей скушать, но смысла нету для них давать, потому что это достаточно калорийная, так сказать, еда. И это не споряется. Слушай, а окрас у них ведь у всех разный и возраст влияет на окрас? Вот тот окрас, который сейчас он имеет, он с возрастом изменится? Совсем маленький, который рождается, у них немножко, да, ювенинный окрас, так называемый, он у них всегда отличается. Со временем он начинает меняться. То есть, когда мы берем, например, того же нормала, да, он вообще полосатый рождается. Постепенно у него начинают образовываться пятнышки, то есть полосочки, полосочки эти все больше и больше превращаются в пятна. И он становится именно пятнистым, за что его, собственно, прозвали еще по-другому леопардовым. А вот это как? А вот это уже почти начинает приобретать полностью. Это радар у нас. А краска называется радар? Да. А почему так? Ну, вот, название такое. На самом деле, очень большое количество разнообразных морф, и их продолжает до сих пор выводить. Наташа, подскажи еще вот что. Как рептилии называют? Ну, попугайчиков обычно называют Кеша, Гоша. Имя. Кошек называют Амурка, Муська. А тут кто на что гораст, и кому что нравится. Ну, на самом деле. Ну, у меня такой дома сидит, кстати, недавно появился Эву Глефарчик, отдали. Вот. У него не хватает пара пальчиков. Не пара, точнее, у него на одной лапке вообще только два пальчика. Вот. И в итоге он у меня стал капитаном Крюком. Капитан Крюк, так его и завершил. Ну, я слышал, что питонов сейчас называют Платон. Питонов? Да. Ну, кстати, нет. На эту тему не слышал вообще ни разу, но очень многие там кто-то до сих пор называют там Пушок, Маша, Саша. По-разному бывает, да. То есть пока что еще никакие крички к нему особо такие непопулярные не приклеились, да? То есть ни Кеши, ни Боши. Ну, наверное, только у Варанов зачастую. Варя. Варя. Вот. Называют Варанов, да, как таковое там Варя. А там уже у кого какое фантазия, скажем так. Я вон там таблицу Менделеева открываю. Мне там что-нибудь нравится. Ксенон. Будет ксеноном. Или плюм-бум, да? Все, что угодно на самом деле. То есть это у кого как. Какие ассоциации со своим питомцем? Понятно. В общем, над именем еще буду думать. И мне, кстати, там же подарочный сертификат на 10 тысяч рублей. Ты можешь мне сказать, какие у вас еще есть номиналы и как им вообще пользоваться? 3 тысячи 5 и 5 и 10. А как тратить можно? Тратятся они, если мы берем один и разум. Либо мы добираем полностью сумму, либо вы там чуть-чуть добираете. То есть она тратится разум единовременно. Все, что остается сгорает, правильно? Да, все верно. То есть подарочный сертификат это будет хороший подарок для своего близкого человека, для друга, можно сделать и привезти вас вот за меню, да? Да, конечно, если вы точно не знаете, что ему будет нужно, можно обойтись подарочным сертификатом и уже ваш друг придет и сам выберет все, что ему нужно. А можно ли подарочный сертификат заказать через интернет? Почему бы и нет? С доставкой. Да? Ну что, у меня есть вот такой вот сертификатик. Пойдем тратить? Да, конечно. Короче, мы берем первое это что у нас влажная камера. Помик. Давай его. Миску для воды какую? В какой стиле вы хотите? Можно использовать вот такие вариации. Можно вот эти. То есть, тем сильно большая мисочка для воды не нужна. Ну, вот такая мне нравится. Для кальция. Для кальция есть наиболее что-то фуфом для кальция, то можно использовать вот это и вот это и это большая. Давайте на то, что меньше. Есть небольшая. гигрометр для измерения влажности, термофабрик и что у нас еще здесь? Это электронный термометр с двумя датчиками. Ну, какими-то холодный и горячий. Наташа, спасибо тебе большое за то, что ты дала такую консультацию грамотную. Я не знаю, как бы справился без тебя. Ну, и спасибо, конечно же, магазину экзаменем за все, за то, что приняли тепло, за то, что порекомендовали мне нашу первую рептилию. У канала Парк Беремистика раньше никогда не было ни одной рептилии, никаких. Ну, не считая только красновых и черепах, я имею, чтобы в Тиралиуме жило животное отдельно. Все, спасибо большое, я думаю, вам тоже было интересно с нами сегодня. На этом, наверное, все. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»